Доброго времени суток, Ютьюб! Наконец-то настало время новогоднего розыгрыша призов. Новый год это такой праздник, когда мы все ждем подарков, мы все ждем сюрпризов, мы все ждем чуда. Я в свою очередь, конечно же, тоже не хочу остаться в стороне. На своем канале я хочу провести два небольших розыгрыша призов. Почему два? Во-первых, я давно уже говорила о том, что хочу порадовать тех подписчиков, которые давным-давным-давно со мной и хочу сделать им приятное. Поэтому этот розыгрыш призов будет именно такой. Те, кто смотрит мой канал, те являются в определенной такой возрастной категории. Чаще всего это женщины от 35 до 45 лет, кто-то чуть старше, кто-то чуть моложе, но все-таки статистика, к сожалению, вещь такая не врет. Соответственно, для вас я хочу провести конкурс. Итак, условия конкурса. Первое. Вы являетесь моим подписчиком на момент публикации видео. Если вы подпишетесь после того, как я публикую это видео, вы в розыгрыше призов участвовать не будете. Для вас будет отдельный конкурс. Второе. Конкурс международный. То есть я отправлю приз в любую страну, ну, конечно же, в ту страну, куда отправляет Почта России. Третье условие. Вы оставляете один комментарий за все время проведения конкурса. Пожалуйста, ответьте на вопрос, за что вы любите зиму. Мне что, интересно будет почитать, и мне интересно будет ваше мнение, потому что, честно говоря, я сама зиму ненавижу. Несмотря на то, что есть новогодние праздники, Рождество, несмотря на то, что можно здорово покататься на лыжах, но все-таки за ее холод, за ветер и промозглость я зиму не люблю. Победителей я выберу случайным методом, скриптом, скорее всего, Лизы Он Эйр, и постараюсь опубликовать видео с результатами розыгрыша и также опубликовать имена победителей или ники победителей на своей страничке ВКонтакте, в группе ВКонтакте и в своем блоге в живом журнале. Итак, теперь самое интересное – это призы. Призов я приготовила не очень много, три штуки будет таких вот, но зато они все нужные. Итак, первый приз – это вот такой ежедневник, он маленького формата, я думаю, что очень удобно для тех, кто много носит с собой всяких нужных вещей в сумке. Маленький ежедневник, он такой мягенький, блестящий. Это ежедневник женщины. Если вы посмотрите на содержание, здесь все-все-все, что может пригодиться женщине. Деньги, семья, здоровье, красота, работа, транспорт, быт, досуг, рецепты. Вот так постараюсь сейчас показать. Надеюсь, что видно. Он не датированный, что очень удобно, потому что я знаю, что мало ли бывает, ежедневники на один, на два года растягиваются. В нем есть телефонная книга сзади, есть всякие полезные советы, есть куда записать рецепты, есть календарь на следующий и следующий за ним год, и на остаток этого года. Но, в общем, такой вот очень даже удобный ежедневничек. Следующий приз – это вот такая вот книга для записей. Я не буду ее открывать. Надеюсь, что хоть отсвечивает, но будет видно. Книга называется «Все будет в шоколаде». Это винтажный дизайн. То есть странички в этой книге сделаны таким вот винтажным способом. Я вам… Ну, они, конечно, подстаринуют, то есть это не настоящее. Я вам могу показать примерно что-то. У меня вот есть, посмотрите, вот такой вот дамский журнал, и я вам покажу в нем странички. То есть странички вот такие состаренные. Если вы любитель винтажа, то, пожалуйста, я надеюсь, что вы получите в качестве приза вот такую вот книгу для записи «Все будет в шоколаде». Она оформлена в подарочной такой коробочку и полиэтилен. Рекомендации по использованию. Использовать с удовольствием, обращаться бережно и аккуратно. Книга надежно сохранит любые записи и заметки, поднимет настроение, обеспечит прилив вдохновения. Послушать для записи заветных желаний, сокровенных мыслей, мудрых советов, личных секретов. Отличный подарок для каждой женщины. Так, и еще одну. Я решила вот такую еще одну прикупить. Точно такая же, как у меня, книга для записи рецептов. Но называется она вообще круто. «Мои кулинарные шедевры и великолепные блюда». Все книжечки эти имеют закладки, это очень удобно. У всех твердая обложка, твердый переплет. В общем, я считаю, что для тех, кто не любит готовить, это самый-самый лучший будет подарок. Именно мои кулинарные шедевры. Вот таких три небольших приза я буду разыгрывать. Пожалуйста, участвуйте. Всем желаю удачи. Всего вам самого доброго. Спасибо большое за внимание. Ставьте пальчик вверх. Пока!